САМАРСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ЛИЦЕИ Находят дополнительные источники, чтобы больше рассказать о знаменательном событии. Чаще всего изучаем дополнительную литературу, другие источники. Хоть здесь в нашем музее и так достаточно много информации, но когда хочется рассказать что-то большее, можно и посмотреть в других каких-то местах, пообщаться с участниками непосредственными парада. Открыли музей в Лицее в 2011 году. С тех пор коллекция постоянно пополняется. Личные вещи передают родственники участников парада. Какие-то находки делают сами ученики во время поисковых работ, которые лицеисты проводят летом каждый год. Благодаря этому удалось опознать около ста безымянных бойцов, а около тысячи перезахоронить с почестями. В этом году ученики сняли фильм о своем музее. О том, как появился музей, о том, для чего он нужен. Там и поисковая работа отражена. Ну и безусловно, теми рассказывают о том событии, которое произошло. Ну, в такой, мне кажется, в живой форме. И я думаю, он поможет и, может быть, натолкнет, подтолкнет какие-то, может быть, и другие коллективы школьные. Вот, поддержание памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня гостями музея стали ученики школы номер 46. Среди ребят есть и те, кто вынужденно переехал в Самару из Луганской и Донецкой республик. Те школы, которые не успеют организовать экскурсию в лице и до Парада памяти, смогут познакомиться с историей одного из важнейших событий, в том числе через фильм о музее, который покажут в учебных учреждениях. Что отрадно, мы понимаем и видим интерес со стороны детей. И каждый год данная дата обрастает какими-то новыми, так скажем, традициями. То есть мы стараемся донести информацию практически до каждой школы, даже если дети не имеют возможности приехать сюда, чтобы они могли ознакомиться с историей этого мероприятия у себя в учреждениях. Музей в лице и открыт для всех желающих. Посетить его и узнать больше о Великом Параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве можно бесплатно в корпусе на улице Рабочий. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.